Витаю, друзья! Вы на Фабрите Новым. Меня зовут Евгения Кутнова. Мы из певразумных сегодня политолог Аббас Галямов. Аббас, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте, Женя Владимировна. Аббас, я знаю очень хорошо, что вы специализируетесь на внутренней повестке, но тем не менее, мне сегодня очень хочется узнать ваше мнение. Вот в принципе, мы в последнее время слышим очень часто таких различных заявлений относительно того, что будет в Российско-Украинской войне дальше. В частности, Луид Остин говорит о том, что переговоры могут возникнуть в любой момент. Прошел саммит БРИКС, где Рогдаган говорил, что он встречался с Путиным, говорил об обмене пленным, и якобы он почувствовал, что Москва готова остановить боевые действия, так как к остановке огня. Путин, в свою очередь, мы слышим, что он говорит, что будем исходить из тех реалий, которые на поле боя, и не на какие-то уступки мы идти не будем. Так вот, как вы считаете, в какой точке войны мы сейчас находимся? Вот эти все заявления, они свидетельствуют, и идут ли к тому, что все-таки будут переговоры и о том, что, возможно, остановка огня? Ну, вообще, Женя, Путин сказал, что уступок, вернее, там такая достаточно витиеватая такая несколько двусмотренная формулировка, я сейчас за точность цитаты не поручусь, но там впервые прозвучало в исполнении Путина слово то ли взаимные уступки, то ли компромисс. Там, знаете, такая формула, она мне напомнила знаменитую фразу Фомы Берлаги, если не ошибаюсь, из «Золотого теленка». «Я это сделал в интересах истины, а не в интересах правды». Или не Берлага, или это там, ну, кто-то, в общем, Скобичевский. В общем, я сделал это в интересах истины, а не в интересах правды. Вот так. И, в общем, Путин примерно тоже так же. Типа, компромиссов не будет, а взаимные уступки возможны. Как-то вот так. Мы готовы на разумные компромиссы, мы говорим тогда о вас. Мы готовы к разумным компромиссам. А, да, то есть к уступкам не готовы, а к компромиссу готовы. Хотя компромисс, строго говоря, предполагает поиск общих точек соприкосновения, когда обе стороны идут на уступки, в общем-то. Вот, а если только одна сторона уступает, а вторая сторона ничего не уступает, то это не компромисс, это уже капитуляция. Вот, значит, почему у Путина так двусмысленно получилось? Потому что он, в принципе, пытался произвести вот это крайне неприятное для него слово, там, вот, типа, компромисс, да? Но для того, чтобы не показаться слабым, он начал тут же его обставлять там кучей оговорок, да, что, ну, мы уступим, но не сильно, дескать, не надо там губу раскатывать, да? И в итоге, ну, получилась такая противоречие внутреннее. То есть Путин вообще, ну, он, у него все в порядке, ну, раньше с, так сказать, вот, с речью, да? Ну, то есть он достаточно хорошо формулирует, и явных, не соответствуя одной части своего заявления, другой он обычно старался не допускать, вот. А тут оно прозвучало у него буквально в одной-двух фразах. То есть это явно свидетельствует о том, что вот он прыгал выше головы, то есть он делал что-то, к чему обычно не привык делать, да? То есть я это к тому, что, в принципе, он пытался сказать о компромиссе, о том, что впервые он обозначал то, что Россия готова в чем-то пойти навстречу Украине, вот. На самом деле это, ну, переговоры возможны, и рано или поздно они случатся, это вопрос времени, потому что стороны явно, значит, устали, и ресурсы явно движутся в направлении исчерпания, вот. Вот, и, строго говоря, ну, единственный фактор сейчас продолжает, так сказать, войну, это, ну, с одной, это путинское упрямство, так сказать, да, его неготовность закончить войну без каких-то видимых явных успехов. Вот, ну, получается, что вот мы имеем все объективные факторы, какие только есть, да, и против одно вот путинское желание, так сказать, насколько долго диктатор, так сказать, может сопротивляться объективной реальностью, вот это открытый вопрос, но до бесконечности, конечно, он это делать не сможет, никто и никогда не мог. Вот, то есть Россия, очевидно, не может победить в этой войне, да, какой-то компромисс, ну, все равно нужен, и, повторюсь, Путин сейчас попытался о нем поговорить, вот, хотя получилось достаточно коряво, вот, поэтому, ну, Остин прав, и, собственно говоря, я, например, в принципе, уже с момента, когда ВСУ вторглись в Курскую область и провели там крайне успешно, в принципе, стал говорить, что, ну, мне кажется, что после этого, ну, переговоры совсем не за горами, то есть будет кратковременная вспышка гнева со стороны России, дескать, как они посмели, мы их сейчас за это, так сказать, накажем, вот. А потом эта вспышка гнева пройдет, и выяснится, что ни черта наказать не получается, да, и до победы, как до луны пешком, и поэтому вот, ну, после этого как раз и начнется реальный процесс, реальное движение в направлении мира, в направлении переговоров. Слушайте, российская экономика, ну, реально трещит, что санкции не работают. Сегодня Росстат опубликовал данные, свежие данные по, например, состоянию металлургической отрасли, а это же не какая-то периферия, понимаете, это не производство топинамбуров каких-нибудь, да, это металлургия, черная металлургия. Так там, ну, во-первых, снижение шло на протяжении всего года, а в сентябрь по отношению к сентябрю предыдущего года вообще обвальное падение по некоторым параметрам, там, 15 процентов за месяц, представляете, а по некоторым до 20 аж. Это чугун, это вот сталь, это разные виды стали, в том числе легированные стали. И в значительной степени проблема связана, ну, носит такой фундаментальный характер. То есть тормозится строительная отрасль, очень важный потребитель продукции и сталитейной промышленности, тормозится стройка, она тормозится из-за финансов, значит, ну, как известно у нас Центробанк для того, чтобы замедлить инфляцию, повышает ставку постоянно, сегодня опять повысили, и в итоге дорожает кредит, ипотека становится неподъемной, оборотных средств предприятия нет, ну, короче, стройка тормозится, да, вслед за этим вот тормозится и уже падает металлургия, вот. Ну, в эстеблишменте я так, какие-то контакты по старой памяти, так сказать, еще сохранил, и время от времени с ними взаимодействую, ну, там, все говорят, что 25-й год для экономики станет очень проблемным, у них есть там, в Москве, в Кремле, есть понимание, что проблемы будут нарастать, поэтому, вот сейчас Россия воюет за счет северокорейских запасов, Корея вот десятилетиями там копила, копила, да, и теперь до половины снарядов, которые использует Россия, это северокорейские снаряды, то есть своего производства адекватного они организовать так и не смогли, эти запасы не были бесконечными, но они рано или поздно закончатся, это исчерпаемый ресурс, это не бесконечный, так сказать, источник ресурсов, да, поэтому желающих воевать-то нет на фронте, да, ну, то есть задираются выплаты, чуть ли не каждый день приходит новость, что очередной регион задрал выплаты, за счет этого какое-то количество людей еще идет на фронт, но качество этой публики все хуже и хуже, военные постоянно жалуются, это постоянный фон уже идет, да, что новые вот приходящие сейчас контрактники, это в основном предпенсионного и пенсионного возраста публика, больше нечетов из них имели проблемы с законом, да, ну, то есть это же характеристики этой публики, ну, то есть это некачественная публика, это люди, у которых проблемы со здоровьем, у которых проблемы с головой, то есть адекватно мыслить они не очень способны, ну, ты много с такими навоюешь-то, вот, ну, да, северокорейцев привлекли, ну, так, что, в ответ Южная Корея сказала, что мы сейчас начнем поставлять оружие Украине, а Южная Корея – это один из ключевых производителей в мире, один из крупнейших производителей оружия в мире, ну, они, я не знаю, входят в пятерку или нет, ну, в десятку-то точно они входят, вот, ну, у России там далеко не блестящие перспективы, в общем, да, и поэтому, ну, Путину приходится принимать все это внимание, он бы лично, может, и воевал бы дальше, да, но нельзя не считаться с экономикой, нельзя не считаться с общественными настроениями, вот, поэтому тренд такой, доминирующий тренд на мирные переговоры, как я уже говорил, понимаете, война зашла в тупик, ну, то есть две стороны уперлись друг в друга, никто не может, так сказать, друг друга сдвинуть, ну, там, по чуть-чуть, по чайной ложке, значит, украинцы там в одном направлении, на Курском направлении, там, Россия там в другом направлении, на Угледаре, там, в угледарском направлении, там, Донбасс, да, то есть чуть-чуть некоторые перемещения есть, но в среднем-то линия фронта уже не движется, да, и война превратилась в обмен, значит, беспилотниками и ракетами поверх, так сказать, двух армий, то есть страдает мирное население, и это же, ну, неадекватно, и это все понимают, вот, поэтому тренд на переговоры в нынешней ситуации, по объективным, повторюсь, причинам, это независимо от того, кто что хочет, по объективным причинам тренд на переговоры является магистральным, поэтому и активизировались все вот эти вот, то Эрдоган, то Лукашенко с мирной инициативой, то Моди индийский, там, то Китай из Бразилии, значит, вот они все активизировались, потому что они почувствовали, так сказать, запах добычи, ну, выступить посредником, человеком, который помирит Украину и Россию, это же реальный успех, да, то есть это, значит, ты фигура, ты себя и внутри страны продашь, и на международной арене твой авторитет вот растет, все хотят в этом поучаствовать, все хотят снять с этого посредничество, так сказать, пенки, сливки и прочую сметану, и это, вот эта активизация потенциальных посредников, она тоже свидетельствует, что вот то, о чем я говорю, все это чувствуют, как-то так. Абас, вы сказали, как только ВСУ зашли в Курскую область, у вас сразу же появилось ощущение, что переговоры не за горами имеется в виду, скажите, пожалуйста, а, собственно, Путин готов, ну, когда мы, если мы говорим об обмене территории, в частности, Курская область, да, на Запорожскую, Херсонскую область, имеется в виду, что для Украины это может стать таким весовым аргументом, весовым козырем, да, и вынужден ли будет Путин на это пойти? И как он, в принципе, тогда это объяснит, ну, вот, обществу, да, и, в принципе, остановку огня, как это может тоже объясняться внутри Российской Федерации? Ну, вы задали два, по сути. Да. Конечно, размен территории Курской области на территорию, вот, как они это называют, новые территории, да, для него, ну, конечно, штука нежелательная. Ну, потому что он, он же сейчас, весь дискурс строится на том, что это полноценные территории, да, российские. А если ты их обмениваешь на другие полноценные российские территории, то значит, они какие-то, ну, неполноценные, да. Ну, то есть, получается, что ты не совсем считаешь их Россией, а если они не совсем Россией, то что мы за них вообще воевали, их кровь проливали, да. А если они совсем Россией, зачем ты, как вообще ты можешь их обменять, да? Ну, то есть, отдать исконно русскую землю, так сказать, если ты считаешь, что это исконная русская земля. Ну, то есть, есть логическая нестыковка. Поэтому, конечно же, ему лучше бы эту территорию, Курскую область, освободить военным путем. Но пока у него это не очень получается. Но, собственно говоря, это причина, одна из причин, почему переговоры задерживаются. Потому что Курская область – это мощный козырь в рукаве. Вернее, не в рукаве, почему в рукаве? В руке прям, все же видят этот козырь. В руке Зеленского. А Путин не хочет начинать переговоры в ситуации, когда у Зеленского есть мощные козыри. Он… О переговорах, надо понимать, в его голове рисуется картина, ну, в духе, там, 9 мая, 8 мая, значит, 45-го года. То есть, он просто слово «переговоры» произносит, но вообще мечтает о капитуляции. А если у Зеленского в руках часть Пурской области, ну, какой, что, 8 мая? Это реальные переговоры, а Путин не хочет этого, да? Поэтому это объективно тормозящие переговоры ситуация. Насчет того, как он сможет все объяснить российской аудитории, непросто. Но поначалу спорить с ним мало кто будет. Ну, то есть, поворчат вот эти маргиналы, типа там, какого-то количества военкоров, небольшое количество. В основном они проглотят эту пилюлю. А какое-то небольшое количество военкоров и там какой-нибудь Стрелков Гиркин из фирмы что-нибудь напишет, но на это мало кто обратит внимание. Подавляющее большинство людей будет рады просто тому, что все это кончилось. Да, поэтому они, в принципе, не будут спорить. Потому что спорить с Путиным в этой ситуации, да, ну, это как бы напрашиваться на продолжение войны. А это крайне непопулярная точка. Понимаете? Поэтому все сделают... То есть, он скажет, мы победили. Приведет какие-то аргументы. Все радостно покивают. Салюты там, может быть, даже подопускают. Ура, ура. Но праздник будет, конечно, такой. С душком. Ну, то есть, в глубине души все будут понимать, что, конечно, не о такой победе мы мечтали. К тому же и Украина рядом под боком тоже будет радоваться и плясать. И это будет, конечно, очень сильно портить картину праздника. Так победили мы или не победили. Но, повторюсь, вот спорить никто не будет. И там никаких протестов не будет. Потому что доминирующие эмоции лишь бы поскорее все это кончилось. Вот раз оно кончилось... Но вот дальше постепенно, конечно, все ускоряясь, начнется процесс эрозии путинской. Потому что, конечно, санкции с Россией никто не снимет. Продолжится ухудшение экономики. Продолжится беспредел силовиков. То есть, качество жизни будет продолжать снижаться. И люди, конечно, все чаще будут искать ответы на вопрос, почему мы так плохо живем. Вроде должны хорошо жить, нам обещали. Мы живем все хуже и хуже. И такие вещи, ну, они стимулируют мысль. Когда человек счастлив, он как корова лежит на боку и ни о чем не думает. У него все хорошо, у него живот набит. Он там максимум об отпуске ближайшем размышляет, куда он поедет. А вот когда человек несчастен, вот тогда он начинает мозги включать. Так, а что случилось-то? Почему так плохо-то? Вот, и поэтому, собственно, почему россияне так долго ничего не думали, да, тупо там аплодировали Путину? Ну, потому что на протяжении всех двухтысячных жизнь улучшалась, лучше и лучше было, да. И какое-то время, там, в середине двухтысячных, 2010-х, вот этот Крым создал этот. Заживем, ура, значит. Вот. А сейчас, вот, вот, будет ускоряться процесс ухудшения, да, и люди все чаще будут возвращаться мыслями, пытаясь найти ответ на вопрос, почему мы так плохо живем, будут все чаще возвращаться мыслями назад, к этой войне, осмысливать ее. А что это было вообще? А зачем оно надо было, да? И люди, конечно, не будут находить удовлетворительных ответов, удовлетворительных для Путина, зачем это было надо, да? И они все больше будут понимать, что это была какая-то блаш, бред. Это, кстати, ошибка думать, что россияне не способны на самоанализ, на трезвое самооценство. Способны просто на какой-то момент Путин это дело у них заглушил. Но вот, например, значит, опрос Левада-центра по вопросу об отношении к войнам России в 20 веке, три раза этот вопрос Левада-центр задавал россиянам. Первый раз где-то, условно говоря, там в 2005 году, второй раз, условно говоря, в 2008, третий раз, условно говоря, в 2012-2013, по-моему. Ну, значит, то есть при Путине уже. И просто вот там перечислялись войны, там русско-японская, первая мировая, вторая мировая, там афганская, да, советско-финская, вот, чеченская, первая чеченская и вторая чеченская. И спрашивали, как вы считаете, для России эта война была справедливой или несправедливой? Так вот, во всех трех волнах справедливой признали только Великую Отечественную. и русско-японскую войну 1905 года, и Первую мировую войну, и войну афганскую, и советско-финскую, и афганскую, и обе чеченские. Все три раза большинство признало несправедливыми для России. Поэтому постепенно, вот, когда эмоции будут спадать, анализ будет становиться все более трезвым, значит, и фоном будет падение экономики и ухудшение качества жизни, ну, люди будут все чаще приходить к выводу, что это какая-то, ну, вообще, там была неправильная война. Это какой-то прям морок был какой-то. И это будет по режиму. Все, я закончил отвечать на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, а вас, понимая Путин, то, что не получит он победу такую, как он хочет, имеется в виду, именно для этого вот есть распоряжение, вот эта вот программа, когда хотят поставить участников СВО губернаторами, имеется в виду, чтобы нивелировать этот фактор путча, волнений каких-то, недовольства, и таким образом контролировать это? Не-не-не-не, ни в коем случае. Это вот, эти назначения никоим образом ему не помогут смягчить эту проблему. Значит, это нужно исключительно для того, чтобы подтолкнуть вот ныне колеблющихся желающих, что хочется и колется. Ну, то есть, вроде бы охота, денежки хорошие платят, а с другой стороны страшно убить могут, да? И вот люди колеблются. И в такой ситуации, ну, должно быть, что называется, каждый лык в стропу. То есть, куча факторов и мотивов, которые будут вот каждый день, как из рога изобилия, на человека сыпаться, на него, на его родственников, подталкивая его в направлении принятия этого решения. То есть, если не только деньги, да, то человек еще сомневается, доколеблется, и тут такой фактор. Да вы новая элита, да вы сейчас, значит, губернаторами все тут станете, мэрами, там, депутатами. И в случае с кем-то это будет вот та самая хорошее, которая потребит рублю. Ну, то есть, как внутренний был почти готов, но вот последнего чего-то не хватало, да? А тут такой, о, да я сейчас еще социальный, так сказать, мой социальный статус вырастет, да, и я такое вот уважение общества приобрету. Видите, как с нами президентом? Вот мы новая элита, там, кстати, на нас все держится, да? Детям оно и гордится будет, а потом папка вообще губернатором станет. И это раз так вот и толкнуло человека в этом направлении, да? Вот ради этого и делается. То есть, Путину катастрофически не хватает пушечного мяса, это же видно. Ну, вот иначе бы они Курскую область давно бы освободили, правильно? Вот бросили бы туда десятки тысяч людей, освободили бы. Не могут, почему? Нет у этих людей-то. Ну, корейцев уже выписывают. Аббас, саммит Брикс, который, трехдневный саммит Брикс, где был Сидень Пин, где был Моди, где куда приехал Бутериуш, как в итоговой декларации там они подписали, что нужно придерживаться принципов ООН. Имеется в виду, чего хотел, в принципе, от этого собрания, да? Вот, скажем так, Путин, добился ли он чего хотел? И, в принципе, вот вам интересно вообще было наблюдать за всем этим? Ну, мне было интересно с точки зрения внутренней политики. Конечно, Путин добился очень важного результата. Он очень сильный удар по вот этому тезису, что Россия маргинализовалась, да, что она в изоляции. Это реально напрягало россиян. И, конечно, ну, теперь трудно будет говорить на протяжении какого-то времени, во всяком случае, там, на протяжении какого-то времени этот аргумент будет, ну, работать. Где же мы в изоляции, когда-то там вот к нам десятками приезжают главы государств, причем не каких-то там второстепенных, да, а таких великих, как там Экиопия, например. Ну, я шучу. Например, Китай, Индия, там, да? Вот, Бутериуш сам великий, так сказать, приехал. Ну, значит, это, конечно, успех с другой стороны. Другое дело, во что он обошелся, потому что каждому из тех, кто приехал, надо что-то отвалить. И эта публика цинична, просто так бесплатно подарков они делать не будут. И это напоминает историю позднего Советского Союза, который, как известно, тоже крайне успешно бодался с американцами и в Южной Америке, и в Африке, и в где-нибудь там, и в Азии, да, покупал просто лояльность вот этих дикарей. То есть стоило там каким-то мазабикцам, или там танзанийцам, значит, или ливийцам, готовы строить социализм. Да, и тут же туда там потоки советских денег, оружия, специалистов, технологий. Вот, я это хорошо помню. Я провел детство, ну, часть детства в Египте, потому что мой папа строил металлургический завод арабам. Вот, то есть это был огромный проект, на нем работали тысячи советских специалистов, огромный металлургический завод отгрохали. Я уж не говорю про османскую плотину, да. Просто потому, что в какой-то момент Насар пообещал, что мы сейчас социализм построим. Так ничего и не построил. Вот долгое время Советский Союз туда вбусил огромные деньги, так сказать, щелкаю бонус Америку таким образом. Но закончилось-то чем? Тем, что у Советского Союза деньги кончились. Понимаете, ведь почему перестройку они начали не от хорошей жизни? Да потому что понимали, что все проигрывает вот эту гонку Америки напрочь. Рейган взвинтил ставки, запустил проект стратегической обороны инициативы, так называемой, «Звездные войны» в Сове. И советскому руководству военному надо было ответить, а денег не было в стране. И пришлось броситься, значит, в объятия, так сказать, вот, рефортировать, что у Яковлева, да, ребята, давайте, спасайте экономику. То есть изначально же перестройка начиналась как проект, в первую очередь экономический, да, хозрасчет, значит, самоокупаемость. То есть экономическая эффективность нужна была. Вот. Ну, а закончилось это все знаем с чем. Поэтому это тактический успех, который приведет, в конце концов, к стратегическому поражению. Ну, то есть это то, что называется первого победа. Лукашенко пригрозил войной в случае попытки России присоединить Беларусь. Он говорит, что в высоких кругах не имется, да, и есть такая вот идея. А вас, что происходит? Иметь в виду, что у Лукашенко выборы, и Путин может этим воспользоваться? Или как расценивать это заявление действительно? Или он заручился в поддержку того же Сиди и Пиня, и вот открыто говорит Путину, что ты смотри? Я тут вижу, значит, попытку Лукашенко проскочить между струек. Он же себя хитрецом считает. Ну, он во многом таковым и является, в общем-то. У него на январь, он только что назначил на январь президентские выборы. Я думаю, он хочет повысить тему, вот во внутренней повестке он хочет повысить тему угрозы России с тем, чтобы сыграть роль патриота Беларуси. Вот как Путин играет роль патриота России, да, Лукашенко хочет, и смотрите, Путин играет роль патриота России, который защищает ее от большого и страшного Запада. А Лукашенко хочет сыграть роль патриота Беларуси, который защищает ее от большой и страшной России. В принципе, в 20-м году он тоже пытался эту роль разыграть. Помните, он Вагнеровцев арестовал прямо перед началом избирательной кампании, да? Это только потом, когда протест начался, и протестующих поддержал Запад, а Путин поддержал его. Ну, он, так сказать, опять двинулся в сторону брата Владимира Беларуси. Сейчас он боится повторения новой волны протестов. И хотя он там зачистил поляну, но, так сказать, ты никогда не... Если знаешь, что народ тебя ненавидит, ну, ты никогда не можешь быть уверен, что запугал достаточно, а вдруг недостаточно, а вдруг полыхнет. И неизвестно, как себя силовики поведут, и Путин еще как себя поведет. То есть много факторов неопределенности. И вот он, я думаю, хочет показать белорусам, что ребята, будете протестовать против меня, но вас просто Путин поглотит и все. А этого белорусы же точно не хотят. Не из-за того, что им батьке нравится. Ну, хотя бы, если поглотит Беларусь, нужно белорусов тут же погонить на фронт, а оно им надо. Понимаете? То есть их втянут в войну, они не хотят этого. И получается, что батька единственный защитник вот от войны. И поэтому, может быть, действительно, давайте не будем против него протестовать. От добра добра не ищем, так сказать. Мне кажется, Лукашенко вот такую хитрую игру хочет разыграть. То есть он хочет создать угрозу из России. Причем это же легко сделать. Ну, Россия же реально себя ведет неадекватно. Ну, то есть белорусы в это поверят. А что, они же видят, как вот у них на глазах Россия пытается завоевать Украину. А что бы ей не... И вот Лукашенко хочет создать у них ощущение, что нас до сих пор Россия не завоевала, не поглотила. И у нас до сих пор нет войны. И исключительно благодаря вот этой хитрости, так сказать, мудрости и маневренности нашего батьки. Поэтому, да здравствует батька, так сказать, спаситель от внешней угрозы. Вас, ну, угрожает Россию. Он автоматически угрожает тогда лично Путину. И не будет ли он таким словом не император? Нет, нет, ну вы же видите, он уже там специально сделал оговорку, что это не Путин. Путин-то вообще мирный деятель. Да, он же сказал кое-кто у нас там порой. Он намекнул, что там какие-то ястребы есть. А они действительно есть. Как один из вариантов, у них прорабатывалось поглощение Беларуси. Действительно. То есть они реально, когда поняли, что они не могут победить Украину, они, конечно же, все сели думать, о чем мы тогда можем сделать. И как вариант, я абсолютно уверен, у них был план всерьез. прорабатывался. И может быть до сих пор еще не отложен. Захваты Молдовы, Беларусь, Северная Осетия, Абхазия. Ну, сейчас вообще Грузию, так сказать, попытаются. Сейчас там, если опять переизберутся и закрепятся там Иванишвили, все эти ребята, закончатся тем, что заставят их попроситься в состав России. И в этой ситуации, когда Лукашенко говорит, что, ну, типа, вот Россия там ттт, ему Путин даже предъявить ничего не сможет. Ну, то есть Лукашенко скажет, Владимир Владимирович, я знаю, что ты мой друг, так сказать, ничего плохого не хочешь. Ну, у тебя же ты посмотри, там, твой Сечин, условно говоря. Ну, на Сечин он вряд ли, у него с Сечином вроде там есть совместные темы, интересы. Но там кто-то другой, на кого-то другого покажет. Ну, вот смотри, у тебя же вот там твои негодяи, они же вынашивают эти планы, я знаю. И он будет прав, эти планы действительно где-то есть. Теоретические. И поэтому ему ничего особо не предъявит. Хорошо, Бас, будем следить за тем, как будут развиваться события. Конечно же, будем анализировать. Я благодарю вас, как всегда, за все ваши интересные ответы. И спасибо вам большое за то, что вы находитесь и отдаляете внимание нашим зрителям. Это важно для нас. И давайте подякуем нашим ведачам, також за поддержку. Друзья, я нагадую, подписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свои комментарии и запитания, и мы обовязково будем оставить их нашим шановным спикерам. Еще раз всем дякую за увагу, и до встречи в наступных эфирах. Абаса, мы будем ждать вас у нас в гостях. Дякую вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!